Добрый день! Продолжаем тему укрытия. Сегодня поговорим об укрытии деревьев и об укрытии лапником. Давайте поговорим сначала об укрытии деревьев на зиму. Нужно или нет? И если нужно, то как и зачем? Многие спрашивают, зачем укрывать деревья, если мы сажали клены, рябины или традиционные плодовые? Ну кто их укрывает? Действительно, клен астролистный или рябина обыкновенная отлично зимует в нашем регионе. Да и яблоня домашние присутствуют почти в каждом саду и давно привыкла к нашей изменчивой погоде. Но! Опять это но! Если вы точно знаете, что деревья, посаженные вами, выращены в Ленинградской области или стопроцентном зимостойке, то укрытия можно пренебречь. Однако, если на этот счет у вас есть сомнения, то лучше позаботиться о ваших питомцах. Дело в том, что деревья из более южных регионов имеют гораздо более тонкую и нежную кору, которая в период февральского солнца, так же как и хвойные, может загорать. Так же повреждения могут быть из-за наших многочисленных оттепелей. Поэтому немного подстраховаться не помешает. Мы укрываем мешковиной или вощеной бумагой. Можно побелить, но очень молодые деревца лучше не белить. Белим мы уже достаточно огрубевшую кору. Теме побелки и укрытия деревьев у нас был посвящен целый сюжет. Ссылка внизу в описании. Теперь поговорим о лапнике. До недавнего времени лучше лапника, как у кровного материала, придумать было сложно. Мы укрывали им поголовно все, включая розы и иногда рододендроны. Однако погода диктует свои условия. Но давайте по порядку. Что такое лапник? Лапник – это иловые ветки, используемые для укрытия растений в зимний период. Где его брать? Но на этот вопрос каждый отвечает сам для себя. Мы заказываем его осенью в ближайшем лесничестве. На это мы отвлеклись. Скажу сразу, что лапник – не теплоизоляционный материал. Тепла под ним, вашим растениям, он не добавит. Нет, не так. Под лапником действительно температура сильно низко не опускается. Проводили в свое время исследования, в ходе которых измеряли температуру под укрытием из лапника. Так вот, там температура ниже минус 5 не опускалась, хотя на улице было минус 20 градусов. Но, но снега было очень много. А у нас с вами последние несколько лет снег выпадает исключительно в феврале или марте месяце. Поэтому, если у вас снежные зимы, то лапник по-прежнему для вас панацея и универсальный укрытной материал. А вот в Ленинградской области дело со снегом обстоит немного по-другому. Однако, лапник и у нас по-прежнему является палочкой-выручалочкой. Во-первых, он предотвращает контакт растения с мокрым снегом и ледяной коркой, которая все время образуется в результате наших с вами бесконечных оттепелей. Во-вторых, защищает от перегрева и прямых солнечных лучей. В-третьих, под ним свободно вентилирует воздух. В-четвертых, растения под ним меньше ломаются, так как равномерно распределяется нагрузка. В-пятых, используется как снегозадержатель. В-шестых, какая-никакая защита от ветра. Все это ощутимые плюсы, но только в том случае, если вы равномерно раскладываете лапник, а не устраиваете из него плотную гору, где затрудняется циркуляция воздуха, и в итоге вы имеете грибковые заболевания, сопревшие растения. Итак, что мы можем укрыть лапником? Почти все. Но мы в основном укрываем растения в проблемных местах. Например, на ветреных и солнечных склонах. Или лапник идет на растения, куда зимой счищается снег. Как я уже говорила, раньше мы укрывали им розы и рододендроны. Но сейчас для этих растений мы стараемся делать воздушные укрытия. Опять же, по причине бесснежных зим. На этом все. Нет, простите, еще один момент. Когда укрываем? Это очень важно. Так как речь идет все-таки о зимостойких растениях, и мы их спасаем не от зимы, то укрывать начинаем, когда на улице устаканится стабильный минус. Хотя бы минус 5-7. Это как раз бывает после таяния первого снега. Где-то в ноябре. Ну, по нашей погоде, я думаю, не раньше, чем недели через две. На этом точно все. Всего хорошего. Удачи. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Мы всегда вам рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин